Меня зовут Валентин Анопренко, я работаю в компании DataArt, сейчас с алюшным архитектором и проект-менеджером. В IT я примерно последние 20 лет, получается. Сегодня я хотел рассказать про такую тему. Я долго думал, как придумать такое очень интересное название, чтобы оно так сразу как-то вызывало интересное. Ничего не получилось, получилось очень скучное. Хотя тема на самом деле очень, на мой взгляд, важная и животрепещущая, которая может многим помочь. Тема посвящена тому, какой может быть у нас подход к обеспечению качества в проекте, который позволит как разработчикам, так и тестировщикам получить от этого какие-то бенефиты. Вообще, как вы считаете, обеспечение качества в проекте – это чья задача? Какие мнения есть? Отлично. Меня радует, что все понимают, что это совместная работа, потому что иногда приходится слышать, что это задача Кей. Задача разработчиков разрабатывать, задача Кей тестировать. Я хочу рассказать про решение, которое уже практически опробовано в нескольких проектах, и оно дает хорошие результаты. Оно не является серебряной пулей, которая вам решит все ваши проблемы и позволит жить долго и счастливо, не думая о других подходах к обеспечению качества, но во многих случаях очень сильно помогает. Опять же, еще одно может быть такое важное замечание, что в основном все это относится к достаточно уже таким зрелым проектам, которые находятся в продакшене, где все еще при этом ведется активный достаточно девелопмент. Это достаточно типовой шаблон, многие, наверное, работают в таких проектах. Если проект только начинается, если это стартап, там немножко другие подходы, там, возможно, вот эти методы, они будут не очень подходить, но я думаю, что вы по ходу рассказа поймете, что к чему. Значит, насчет вопросов я предлагаю пытаться остановить меня, если у вас будут возникать вопросы, которые требуют прямо сейчас внимания, либо запоминать слайд, мы можем потом вернуться и в конце еще поговорить. Я думаю, время вопроса у нас останется. Значит, какие у нас типовые проблемы в большом, ну, не в большом, а в зрелом хотя бы проекте, который достаточно долго находится уже и в поддержке, и в развитии, и у него есть продакшен. Это растущий технический долг. У кого нет технического долга в проекте? Вот, один человек. Видите, статистика показывает, что это в пределах статистической погрешности. То есть, технический долг есть у всех. Да, либо это... Да. Значит, растущий технический долг, какие-то неоптимальности в коде, все, что с этим связано, оно приводит к чему, естественно, что все больше и больше времени проходит в багфиксе, а время, поскольку там итерации ограничены и в таком же количестве людей, соответственно, все меньше и меньше времени проводится в реализации новой функциональности. И, естественно, все больше и больше времени проводится в тестировании, потому что больше дефектов, больше времени требуется, чтобы их выявить, писать, воспроизвести и так далее. В конце наших итераций, если мы работаем по agile, все меньше и меньше нового функционала. Соответственно, чем дальше, тем больше времени у нас уходит на maintenance, и тем меньше времени на новый функционал. Ну и, естественно, заказчик при этом обычно что говорит? Что не очень он счастлив. То есть заказчик при этом начинает страдать, пытается что-то там исправить, пытается искать, что делать. И в некоторых случаях, особенно у заказчика, в которых нет IT-бэкграунда, которые не очень понимают причину следственной связи, они иногда делают всякие реорганизации, которые приходят к еще большим последствиям. Что делать? Если у нас первопричинный растущий технический долг, значит нужно что? Убирать его, рефакторить. Что мешает рефакторить? Давайте, вот для того, чтобы спокойно делать рефакторинг, оптимизировать систему. Тесты, да. Тесты должны быть, тесты, и покрытие тестами должно быть хорошее. Большое хорошее покрытие тестами для того, чтобы вы спокойно могли менять внутреннюю систему и знать, что если что, вам тесты скажут, что вы что-то сломали. Да, вот тот функционал, который раньше работал, контракт, который раньше работал, для них сейчас перестали работать. В противном случае вам страшно. Вам страшно, и как вот небезызвестный товарищ Фаулер пишет в своей статье, да, что разработчики начинают бояться делать изменения. Это приводит к тому, что технический долг еще увеличивается. Ну и, в общем, такая получается спираль, лавина. Чем дальше, тем хуже. Вот, точка невозврата в какой-то момент пройдена. Что мы можем делать с тестированием? Во-первых, у нас есть небезызвестный юнит-тест. Сейчас я скажу крамольную мысль. Я не люблю юнит-тест. А сейчас объясню. Да. На мой взгляд, юнит-тесты, у них есть одна большая проблема, они не переживают рефакторинг. Юнит-тест, если мы говорим в общем случае, юнит-тест это как бы тест на какой-то модуль, да, соответственно, он нацелен на контракт этого модуля. Если у вас есть какие-то внутренние контракты, мы писали юнит-тесты, вот я так приблизительно схематично нарисовал, несколько наборов пачек юнит-тестов, которые нацелены на контракт отдельных классов. Дальше у нас происходит рефакторинг. Вот у нас было три модуля, мы посмотрели там какие-то циклические зависимости, вообще как-то не очень правильно, там, не по фэн-шую, и переделали, чтобы это было так более красиво, там, разбили, переразбили. Старые интерфейсы у нас ушли, модули тоже теперь изменились до неузнаваемости. Что происходит с юнит-тестами? Что происходит с юнит-тестами? Ну, юнит-тесты не переживают, как бы, да. Ну, там дальше у кого какие практики, зависит от трудовой дисциплины и желание их поддерживать. Иногда бывает ставят там игнор. Эти тесты еще некоторое время живут, и никем не поддерживаем. Иногда их комментируют. Через некоторое время обнаружат, что это вообще какое-то старье. Чем-то написано, давно не работает, непонятно на что ориентировано. Этих контрактов уже нет, классов нет, ну, в общем, и выбрасывают. Ну, в общем, ну так. Ну, так реально происходит, да? Или нет? Кто-то не согласен. Почему это происходит? Потому что юнит-тесты, они увеличивают связность. Вот есть еще один небезызвестный товарищ Роберт Мартин, который в своей статье, в блоге в своем, она, правда, посвящена несколько другому, другой теме, да, тоже связанной с тестированием, но он нарисовал картинку, которая хорошо иллюстрирует, что происходит с юнит-тестами. Если вы вот здесь вот посмотрите на два варианта реализации контрактных обязательств между классами, то, ну, очевидно, что зелененький цвет, он показывает, какой из них хороший вариант, а красненький, этот, который не очень хороший. Если вы здесь юзера замените на, соответственно, на тест, вы получите вот, что происходит с юнит-тестами. Если юнит-тесты, у вас появляется очень много взаимосвязей, и из-за этого юнит-тесты создают проблему. Я при этом не хочу сказать, что юнит-тесты совсем плохо, да? Никогда их не пишите. Но у них есть свои проблемы, и вот каждый раз нужно думать о том, что будет, когда вы, то есть на какого уровня модуль писать юнит-тесты, в каком объеме, и где-то вот находить эту границу с учетом того, что с ними может произойти в дальнейшем. Берем тогда простое обычное тестирование ручное, мануально, какие у него проблемы. Если мы просто тестируем вручную, обычные QA-тесты делаем в конце. Вот с развитием проекта. Регресс. Регресс растет. Чем больше функционал, тем больше регресс. Соответственно, время на тестирование растет. Чем дольше у вас живет проект, тем больше у вас времени тестирования. В некоторое время тестирование начинает превышать ваш цикл девелопмента, потом значительно превышать, потом QA начинает приближаться к количеству тестеров, к количеству девелоперов, превышает его, ну и так далее. Соответственно, ручное тестирование не вариант. Если вы хотите, опять же, поддерживать достаточный уровень качества и иметь, ну, чтобы регресс при этом будет расти, очевидно. Автоматизация. Ну, автоматизация, все знают про нее, все ее используют. У всех она была в какой-то степени. Но автоматизация есть и проблемы с технической реализацией, потому что некоторые тулы, их нужно освоить и разобраться, как с ними работать. Если у вас есть какие-то интеграции внешние, какие-то внешние системы, с которыми синтегрированы, обязательно нужно писать симулятор. То есть это еще дополнительное приложение нужно написать, которое нужно писать, развернуть, поддерживать и так далее. То есть эта инфраструктура разрастается. Вам нужно для того, чтобы тесты развернуть, запустить, вам нужна инфраструктура какая-то, где все это будет происходить. Инфраструктура желательно, чтобы была поближе к продакшн. Если у вас распределенная система с множеством серверов и каких-то модулей, то у вас, соответственно, деплоймент, все, что с этим связано, тоже усложняет. Соответственно, возможные проблемы с этим, конфигурационные какие-то ошибки, попытки что-то задеплоить не удались, или удались, ну, была неверная конфигурация, тесты пошли, обвалились, разобрались, выяснилось, что не тесты виноваты, а конфигурация, ну и так далее. То есть с базой данных что-то произошло, она там отвалилась. Там про continuous delivery и continuous integration, я, естественно, в курсе, да, как это делается, но это тоже не является серебряной полей, и все равно ломается все это. Плюс, помимо всяких возможных проблем с инфраструктурой и конфигурацией, какая вот такая типовая проблема с автоматизированным тестером. Перед тем, как какие-то тесты запустить, вам нужно взять какую-то среду, на основании которой вы будете это делать. То есть вам нужны какие-то пользователи, там, не знаю, счета, зависит от вашей предметной области, какие-то, ну, данные, на основе которых вы будете что-то делать. Соответственно, берем простой, там, тривиальный пример, если у вас тест, который удаляет пользователей, сможет, что после этого произошло, то, чтобы этот тест в следующий раз запустить, вам нужно опять этих пользователей как-то добавить и заодно запустить тест. Ну, и обычно, у всех, конечно, по-разному, но чаще всего это делается какими-то специальными скриптами, которые в базу данных, перед тем, как запустить тест, они туда вставляют нужных пользователей. Если вы делаете новые тесты, вам нужна новая инфраструктура, вам нужны еще дополнительные какие-то скрипты, которые это будут делать, а дальше вам их нужно поддерживать, а может оказаться, что их забыли про апдейт, ну, и так далее, и так далее. Соответственно, из-за этого вытекают всякие дополнительные проблемы. Ну, и понятное дело, что когда физическая инфраструктура, там реальные базы данных, реальные какие-то интеграции, даже если на симуляторах, файловая система, это все добавляет какие-то задержки, то есть запуск теста, я видел систему, которых там один прогон тестов занимает много часов. Просто они вот идут, 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 а в конце, потом смотреть на результаты, оказалось, тесты свалились, начинаем выяснять, почему, оказалось, что-то не то задеплоили. И там день потерян, все начинается заново. Еще день, там опять накатываем скрипты, обновляем, деплоим, опять запускаем, еще ждем. И таким образом, ну, в общем, оно, конечно, автоматизированное тестирование, но время бывает не очень сильно экономит. Иногда попытки автоматизировать тестирование приводят только к росту ресурсов, которые на это уходят. То есть остается и ручные тесты, потому что они какую-то обеспечивают надежность. Ну, и плюс рядом еще автоматизация. Какие еще есть проблемы с такими, ну, вот, в типовых проектах с тестированием? Они состоят в том, что, опять же, вот из-за каких-то сложностей в написании тестов, да, из-за, ну, опять, с одной стороны, именно из-за того, что юнит-тесты не дают такого эффекта, который хотелось бы, да, то есть написание юнит-теста не позволяет новых функционалов пользоваться проверить, плюс они могут разваливаться в процессе рефакторингов. Разработчики, они не очень любят писать тесты. Ну, вот, не знаю, по моей практике вот так, да, среднестатистические разработчики, я не говорю, что все, есть люди, которые очень стараются, пишут их многое, вот, но в среднем тесты писать не любят, а если автоматизированные тесты, зато это практически невозможно, да, потому что для того, чтобы у тебя иногда на то, чтобы написать, запустить тест и обеспечить его прогон, уходит больше времени, чем реализовать какую-нибудь функциональность, да, и чемовчинка выделать не стоит, говорят, ну, ладно, у нас есть там QA, они проверят. Соответственно, если разработчики не пишут тесты сразу, а это мы ждем QA, какой-то проблемы у нас приводят автоматически. Какие мысли есть на эту тему? Вот если не на фазе разработки мы это делаем, а откладываем дальше. Регулярно ее в любом случае проверять нужно. Я хотел привлечь внимание вот к этой кривой, небезызвестной. Зависимость стоимости исправления дефекта от фазы, на которой он найден. Если мы находим дефект на фазе разработки, то стоимость его исправления, ну, зачастую близка к нулю. То есть разработчик написал новый код, запустил тут же какие-нибудь тесты, если это возможно, и обнаружил, что код тут же свалился. Он тут же пошел выисправить, он даже мог ничего не закометить никуда. Если же у нас происходит это на этапе тестирования, когда мы сделали какой-то там билд, выложили вот там на стейджинг систему, пришло наше QA. Да, ну я опять же описываю какой-то типовой процесс, не обязательно всегда это так, но вот зачастую так происходит. Соответственно, QA нашел какой-то дефект, нужно попытаться понять, как он воспроизводится, нужно этот дефект оформить правильным образом, отправить, потом он проходит через какой-то там пайплан, доходит до команды. В команде нужно понять, а куда, кому его, ну не очень понятно, кто этот эффект, так сказать, автором его был, а этот человек может быть уже в отпуске, там пьет коктейль, соответственно, кто-то другой должен понять, что там менялось, и почему все сломалось. Ну, в общем, понятное дело, что стоимость очень сильно вырастает, вырастает прямо вот так, экспоненциально. Что еще, какой ключевой момент, на мой взгляд, может помочь обойти эти проблемы? Нет. ну руками вот опять же по проблемы с проверкой руками да давайте я все-таки ну я согласен да но опять же есть и это тоже дай это в том числе но опять же даже даже happy flow да может оказаться что чтобы его прогнать нужно предварительно сделать ну достаточно большой объем работы чтобы подготовить среду потому что возможно вам то что прогнать тест вам нужно чтобы все было готово что была конфигурация была база данных environment был развернута и так далее и даже для того чтобы прогнать тест нужно тестовый да ну вот все о чем мы говорили то есть равно это является препятствием вот разработчики пишут мало тестов то что они плохие потому что вот они считают что они будут могут более эффективно потратить время как вот так вот ключевой момент на мой взгляд что в долгосрочном таком зрелом проекте основной объем изменений которые у вас происходит вот этих самых фич он связан с бизнес-логикой ну не знаю кому-нибудь часто приходится шины данных меня если проекта там больше года или там переходить на новый веб-сервер меняли вот вот один вот коллега даже вспоминает что когда-то мы меняли шину данных недавно на то есть такие случаи бывают такие случаи бывают но это не происходит часто вот и очевидно что если у вас происходит это часто то это вопрос опять же к архитектуре и почему такое происходит то есть в основном если проект опять же устаканился идет его развитие в основном вы вносите изменения бизнес-логику ну опять же здесь бизнес-логику я так в кавычке взял да некий термин бизнес-логика это потому что можно по-разному это понимать что я здесь понимаю бизнес-логикой бизнес логике я понимаю всякие там бизнес вычисления которые какие-то бизнес workflow реализованы функциональны там переходы между состояниями там или еще что не зависит от домена какие-то протоколы интеграции с внешним системам знаю свифт финансовых системах ли фикс или там у вас просто какой-то кастом на протокол как-то с которым с каким-то вы внешним сапати интегрируетесь то есть это тоже по сути если что-то происходит какие-то там изменения в этом протоколе то для вас это фактически бизнес-требование так некие вот внешние факторы на основании которых вы дальше свое решение должны ему адаптировать по сути это изменение требований что не является бизнес-логика в данном контексте это всякие базы данных пулы потоков какие-то там transaction менеджеры базы данных конкретный до веб сервер ну все что все что угодно все что с этим связано то есть какие-то технические части которые фактически ориентированы какие-то специфические технологии подходы которые вам позволяют либо с точки зрения производительности сделать что-то более эффективно да например там пулы потоков либо какие-то просто технологии которые поддерживают для вас веб там вас данных все остальное соответственно давайте посмотрим на типовую ну одну из типовых ядов набросал так красивыми пистограммками мне кажется картинку с типа типовой структуры системы да у нее есть backend frontend ну обычно веб может быть и мобильные у нее есть революционная база данных может быть какие-то там отдельные гейтвей которые там интегрируются с внешним по системам да ну и там обычно бывает какой-нибудь репортинг особенно там ну я с финансовой области работы там обязательно репортинг без репортинга не бывает финансово да ну и какие-то конфигурации какие-нибудь конфиг файлы самолички там тоже бывает бывает конечно что здесь и клауд новый скрэйл это все понятно все бывает и и frontend там бывает не веба какой-нибудь десктоп на например ну вот возьмем в качестве примера соответственно в каждом этом почти в каждом компоненте есть такие желтые квадратики бизнес логики то есть какие-то элементы бизнес-логики какие-то там адаптеры протоколов которые взаимодействуют и как-то перерабатывать эти данные в какой-то первичный формат потом предоставляет их в рамках вашей модели каким-то там потребителям что-то происходит frontend у него тоже может быть бизнес логика я специально рисовал тоненькую полосочку значит тонкий тонкий frontend бизнес логики там мало вот я предлагаю вот на этой модели пока остановиться соответственно если у нас большинство изменений для зрелого проекта происходит бизнес-логики большинство дефектов у нас где бизнес-логики то есть если вы меняет где вы меняете там скорее всего вы сломаете соответственно большинство тестов у вас тем или иным образом все равно нацелены на бизнес-логики даже если вы разворачиваете на реальной инфраструктуре и прогоняете все там через шины данных база данных веб-сервера но все равно большинство кейсов они сводятся к тому что вот при таких условиях проверить таких условиях вы не можете не проверить вы можете не проверить там производительность какой-то там системы если вы считаете что скорее всего эти функциональные требования для вас не важны но вы не можете не проверить какие-нибудь требования которые вам пришли если вы какой-то фичер реализовали вы обязательно должны тест на нее написать соответственно все равно тем или иным образом но основной фокус делается на бизнес-логику вот на техническую часть вы не тестируете шины данных особенно с учетом того что вы берете какой-то готовый там у консорса что и тестирует вы полагаетесь что она протестирована и что вероятность того что там там тоже конечно всякое бывает вот но вероятность того что там ошибка вот той шине который много лет развивается поддерживается используется многими там тысячами а может десятками тысяч проектов она гораздо ниже чем вероятность вашей свежей фичи который вы на скорую руку запилили отсюда вытекает логичное решение сделать реализацию тестов которые во первых проверяет только бизнес логику оставляя за бортом технически вот эти вот интеграционные аспекты технологии все остальное могут быть созданы быстро до для того чтобы их могли вы могли быстро создавать быстро запускать и быстро получать результаты чтобы на раннем этапе исправлять дефекты на его и выдавать более качественный код на самом раннем этапе могут быстро работать это тоже разная вещь одно дело быстро написать теста другое дело чтобы он быстро отработал сразу ждал результат потому что если быстро написал тест и дальше нужно дать пару дней когда удастся его на автонтизированной системе прогнать позвать там дыба каких-нибудь там operations кей которые помогут все это запустить в общем ну большая часть народу на этом пути она мы их теряем вот они предпочитают уйти в другие более важные задачи ну и понятное дело что хочется такие тесты которые вот вы могли бы оптимизировать эти оптимизации и гонила мальт а то есть вот рефакторинг который не ломает ваши тесты это было бы вообще идеально а теперь мы переходим уже конкретно как это можно сделать не будем там не буду там вдаваться в какие-то там теоретические обсуждения что можно здесь сделать во первых берете номер баз данных у их есть достаточно большое количество мы использовали H2 HsqlDB вот ну есть разные там для разных платформам разные базы данных подключаете ее вместо вашей регулярной ну мы сейчас исходим из модели революционных баз данных если новый SQL там просто нужно думать как сделать по-другому соответственно подключаете вместо вашей стандартной базы данных и получаете что у вас все запросы выполняются практически мгновенно во первых во вторых у вас нет момента на свет и база данных да вам не нужно разворачивать у нее нет проблем с доступом к ней там с каким-нибудь сетевым ну и так далее да то есть у вас все она вот прямо здесь на локальной машине там под windows и подлинных зачем вы работаете она поднимается прямо при запуске тестов нужно ничего инсталлировать прямо сразу раз все запустили тест и прямо сам тест поднял туба сюда это первая часть вторая часть все входы и выходы из теста понятное дело что все интеграции вам нужно на тест замкнуть возвращаемся к нашей картинке вот к этой да вот допустим мы берем и хотим связку гейтвей бэкэнд протестировать сделать для не на них вот такие вот тесты да убираем всякие там конфиги убираем интеграции убираем понятное дело базу данных мы ее уже убрали и все в тест запускаем все в тест все из теста на то есть все все локально все и memory все все входы и выходы внутри теста вы контролируете как входы так и выходы что это дает вы можете тест вот запустить чуть ли не на мобильном телефоне вы не зависит вообще ни от какой инфраструктуры у вас нету никаких операций которые привносят задержки у вас нет ни сети не файлов ни всяких пулов там потоков ничего нет да у вас чисто бизнес логика и memory база данных и ваше горячее желание чтобы код работал правильно соответственно в первую очередь нужно убрать все компоненты которые требуют физическую инфраструктуру сеть файл и все остальное большая ошибка когда пытаются оставить вот конфиг файла ну нормально мы будем там по тест их подкладывать подписывать оно кажется все просто но в итоге приводит к разным проблемам раз теста не запускается валятся валятся и разобраться почему они валятся очень сложно потому что файлик потерялся какой-то или конфигурацию нужно про апдейтить было потому что я формат забыли да то есть если конфигурация из тестов идет то у вас это не произойдет потому что брончиками ты все остальное соответственно у вас соответственно все в коде у вас коде абсолютно полностью все лежит и все версионируется и все контроль и контроль версии у вас полно особенно те которые привносят всякие задержки технические компоненты вот эти вот нужно убирать в том числе всякие там сред полы на но они не нужны тестеры всегда это можно сделать вы убираете их еще одна поставляйте только то что касается именно кода который вами самим написан ну бывает что и из red полос самостоятельно пишется но все равно в этом случае их лучше убрать предположительно у вас один раз написан этот полон дальнейшем очень редко меняется от слова никогда и соответственно очень редко ломается ну вот возьмем типовой как бы пример у нас есть там баз шина данных а между вот этими двумя модулями есть там адаптеры какие-то если нет адаптеров у вас тогда значит нужно пойти их сделать вот заодно улучшится дизайн кода да если у вас бизнес логика за одной и в шину данных ходит напрямую ну значит понятно здесь проблемы с дизайном есть архитекторы у нас здесь они понимают что что с этим делать и к чему этому может привести соответственно мы что нам нужно его шину данных убрать мы берем и в общем вставляем заглушечку которая соответственно просто напрямую вызову перенаправляет из одного модуля без утики торпой ну вот зелененьким цветом это значит тестовый инфраструктуре у вас здесь от вместе с тобой джекшн делаете вот этого модуля входы и выходы ваших тестов вот обратите внимание я еще раз сейчас вернусь на предыдущую картинку все входы и выходы идут только через штатные входы выхода системы то есть вы не подключаетесь каким-то вашим это очень важно вы не подключать с каким-то не публичным своим каким-то приватным интерфейсом да вы подключаетесь к публичным api каким-то файловым потоком каким-то адаптером протоколов по которым вы интегрируете с кем-то вы если у вас фронт-энд отсутствует в этой связке вы вместо фронт-энда подключаетесь да то есть в данном случае прям выступает ваш серверный то есть что это дает у вас изменение в этой части происходит только в том случае если у вас меняются требования если у вас не меняется протокол обмена вот этим системе с которым вы интегрируетесь соответственно нет никаких предпосылок для того чтобы у вас сломались тесты которые выдают вот в этом формате входное воздействие если теста сломали значит вы что-то испортили а протокол если при этом не пенялся небольшое исключение здесь могут составлять какие-нибудь там конфигурации до которые вы сами придумали но это скорее служебные данные мы о них не говорим предположительно что уж с конфигурации вы как-нибудь разберете если вы поменяли ну сможете проследить что и и в коде там соответствующего модуля нужно что-то поменять точно также отчеты например на у вас отчеты формат отчетов просто так ни с того ни с сего не поменяется если заказчик не попросит ну с чего бы это вдруг да там было там 10 колонок стал 15 но я лишь такого не встречал так где мы остановились вот здесь соответственно мы получаем некие такие вот yen to yen тесты не побоюсь этого слова которых мы подключаемся к штатным входным системы штатным выходом и мы прогоняем через посредством одного теста мы прогоняем весь workflow то есть задействованы все компоненты становятся и база данных и все уровни дал которые там есть ну понятно что не реальная база данных база данных вашей memory но при этом все это происходит очень быстро все это происходит локально прямо у вас памяти на вашем мобильном телефоне условно говоря рефакторинг не ломает нам тесты тесты меняются только когда меняются требования и это правильно если у вас требования поменялись вам нужно в первую очередь пойти правда эти тесты правильно тдд говорит даже что сначала нужно продать и теста потом уже девайвить функционал правильно важные аспекты да очень важные аспекты на которые опять же приходилось наталкиваться когда вот все это реализовалось во первых тестовая среда должна всегда инициализироваться из тестов это в первую очередь то о чем я уже говорил то что конфигурация должна идти прямо из кода тестов да то есть если вам нужно задать какие-то ну не знаю параметров функционирования системы какие-то там набор параметров сделайте у себя класс который будет формировать это набор properties да и передавать на вход вместо конфигурационного файла вашего штата и все это должно быть в коде вторая часть опять же очень важная это то что крайне желательно заключением некоторых экстремальных случаев чтобы изначальные данные вот те которые вот исходная конфигурация пред тестовая которая вам нужна для того чтобы производить тесты какие-то данные те же самые пользователи какие-то там настройки счета все что с этим связано они тоже должны идти прямо из кода тестов иногда бывает пытаются сделать это через всякие скриптики да то есть написать скрипт SQL который там вставит этих пользователей и нужно не забыть прогнать этот скрипт понятное дело но здесь проблем возникает в том что соответственно у вас добавляется еще дополнительный вот этот вот код который опять же вам повышает связность то есть соответственно если вы что-то меняете в своей системе вам нужно не забыть пойти про апдейте все эти скрипции то есть если у вас раньше там пользователь содержал логин и пароль ну я понятным условно говорю то теперь и вы добавили туда не знаю что там добавили вы добавили туда адрес соответственно теперь все ваши скрипты которые вставляли там две колоночки нужно пойти и добавить третью но это понятно очень примитивный пример но тем не менее конечно в реальности все может быть гораздо сложнее потому что может быть много сущностей они могут взаимосвязаны друг с другом и просто так внести туда изменения в набор этих скриптов это очень плохо ну и помимо всяких проблем с тем что вообще бизнес логика в скриптах SQL она вредна соответственно если вам нужно создать пользователя какого-то или набор пользователей да или допустим ну к примеру вам нужно создать набор пользователей значит у вас в контексте тестов да не обязательно в каждом тесте да ну например на набор тестов вы можете создать конфигурацию там соответственно создать пользователя создать валюты так далее вы при этом пользе с теми же самыми личными и пиами ваших серверов если у вас есть система где есть пользователи значит у вас должна быть функция по добавлению этих пользователей грубо говоря если у вас во фронт энде есть кнопочка не пользователь да user вот если у вас есть кнопочка не user соответственно видимо вызывает какой-то код который создает этого юзера вот и использовать этот код написать скрипты которые делают то же самое только сбоку все очень быстро все бесплатно вы можете создать любую инфраструктуру в рамках этого теста если не получится то запустить тест еще раз и он в течение секунды создать все то же самое это практически бесплатно ну соответственно какие отсюда возникают различные ограничения на ваш дизайн естественно он должен быть достаточно модульным вот эти вот синие квадратики в виде адаптеров это понятное дело упрощенный вариант но если у вас бизнес логика которая взаимодействует с базой данных заодно еще и ходят по какому каналу и реализует какой-нибудь еще функционал не знаю там связаны с многопоточности то скорее всего вам будет тяжело потому что разделить вот вот эти вот бизнес логику отделить от технической части будет сложно поэтому проще всего этот подход реализовать в новых проектах когда у вас вы только начинаете это делать вам гораздо проще заложить то есть вот он из тех проектов где мне удавалось это делать в двух из них мы были в начальной точке и вот реализация вот этого подхода самого начала когда вы сможете сразу делать дизайн который позволяет дизайн приложение в данном случае который позволяет заложить эти вот точки расширения и точки где можно подключиться тестами заменить модули тестовыми заглушками адаптерами прочим это сильно упрощает дел то есть фактически вы практически ничего дополнительно вам не приходится разрабатывать просто делать дизайн соответствующим образом аверхат очень маленький если у вас проект большой вот например в проекте размером ну где-то может быть 50 человека лет разработка тестовая инфраструктура заняна где-то полгода работа там двух разработчиков и и квей одного специалиста соответственно в старых проектах конечно это все сложнее делать но это можно здесь хорошим фактом является то что не обязательно зароделась сразу все вы можете если вы подключите и номер и базу данных то вы уже сразу можете начать писать какие-то тесты да то есть понятно у вас будут какие-то файлики вам придется какие-то отдельные элементы системы исключить из тестирования которые например с интеграциями связано поскольку у вас нету адаптеров которую можно заменить на тестовые заглушки вот но тем не менее какие-то тесты вы какие-то часть системы вы можете начинать прямо сейчас уже тестировать вот на мой взгляд и номер база данных она сразу существенный прирост дает в производительности и уменьшение аверхата на мэнтонос вот эта вся инфраструктура да так вот дизайн приложение должен быть достаточно модульным для того чтобы поддерживать это вторая часть достаточно важная она как бы с одной стороны очень простая с другой стороны важно это нужно обязательно сделать набор таких вот helper функций helper классов модули которые позволяют писать тесты достаточно простыми ну я вот тут взял примерчики из кода некоторых до которые можно брать вот где нет каких-то там sensible sensible кода да вот это реальный код которые там инициализирует аккаунт какой-то и пользуется ну естественно вот такой объем кода внутри теста он сразу же повышает порог сложность порог освоения может не смотреть на него вот такого кода быть не должно слишком сложно нужно нужно его убрать и выбрать только сделать соответствующих helper методы которые позволят легко внутри теста создавать как он создавать юзера нужно бояться делать много этих методов helper классов и всего что с этим связано потому что они все будут примитивны и тривиальны там нету не то что там о п и каких-то технических аспектов там там даже циклов обычно нет все что они делают это вызывает другие методы и просто делают код более короткий на фактически вы просто вместо вызова там какой-то кучи методов вы делаете вызов одного метода который там поставляет основному всякие дефолтные параметры которые вам безразличны данном контексте да ну вот привет капитана очевидности на то есть нужно код выносить в методы но это достаточно важно потому что иногда оставляют этот код внутри теста и связи с тем что тестов как мы говорили должно быть очень много чтобы рефакторинге дело да фактически у вас всегда на любой шаблон теста какой-то он будет приводить к созданию множества инстансов различных тестов различных кейсов поэтому всегда нужно понимать что вот этот небольшой код на страничку до которого не кажется небольшим но будучи умноженным на несколько сотен он придет к тому что это будет несопровождать мне приходилось сталкиваться когда вот такие тесты на ранних этапах развития вот такого подхода тест становился настолько сложным что когда он падал разработчики говорили нам проще написать новый чем разобраться почему не работает старый и это делает идею настолько бессмысленной что ее полезность чуть больше чем 0 становится что еще можно сделать да ну вот берем опять же некие тесты реальные какие-то были написаны я опять же взял их совершенно случайным образом но много-много букв на очень слишком много букв надо уменьшать количество букв если посмотреть внимательно этому народу во всех тестах вот используется длинная длинная строчка которая занимает весь экран и она делает фактически одно и то же выносим делаем очень просто да у нас получается уже меньше букв гораздо проще что еще тут можно убрать вот эти вот текст сообщений на с одной стороны это такой принятый подход видит с другой стороны представьте что у вас там три года назад написано там какие-то там сотни тысячи тестов да и вдруг один из них падает и дает очень важность его точки зрения сообщения которое поможет вам понять что же он сломал камон это смешно вы все равно не поймете что вы там писали пытались сказать три года назад вам все равно придется лезть в код этого теста понять что он тестирует какой функционал как он должен работать почему все равно придется разбираться поэтому вот этот весь текст да он тоже смысла никакого не если конкретно эти тесты посмотреть тут здесь выяснится что вот таким хитрым образом здесь пытались например выяснить вызов вот этого метода он как он с ошибками он ошибки вернул или он результаты вернул соответственно вот эти все блоки тоже легко достаточно заменяется и мы пришли вот от того большого развесистого кода который занимает экран плотную мы пришли к достаточно простым но опять же это такой вот первый на скидку взятый пример но в более серьезных каких-то тестов где у вас опять же если внутри теста идет много разных сценариев это будет очень важно это может быть ключевым аспектом сможете вы в дальнейшем сопровождать и готовы ли вы будете продолжать это или не захотите даже больше я вам скажу вот стандартный подход нужно же константы до определить внутри теста вот все правильно да сделали определили константы а дальше их используют каким-то образом но здесь правило игры там совсем другие это тесты они примитивны они небольшие они не будут расти развиваться и увеличиваться сложности поэтому здесь другие правила просто забивайте прямо константы вот если мы видим что 987 внутри теста используется в конце мы понимаем откуда взялось это 987 вот эта взаимосвязь прослеживается достаточно легко соответственно степень косвенности уменьшается когда вы убираете вот эти вот константы еще меньше кода еще меньше кода это еще лучше это тоже привет предмет для холивара конечно но как показывает практика это действительно работает вот таким образом связь между вот этими вот константами она прослеживается внутри кода теста достаточно легко потому что отец всегда помещается на одном экране если тест не помещается на одном экране смотри предыдущий слайд нужно сделать чтобы он помещался на экране поэтому резать чертовой матери не дожидая спиритонита убирайте чем чем вот в данном случае чем меньше букв внутри теста чем меньше информации и каких-то действий которые относятся непосредственно только к данному конкретному тест кейсу тем лучше но обычно как вот условно можно распределить при этом работу над созданием этих тестов разработчики они понятное дело должны создать этот фреймворк некий инфраструктуру для того что все это работало и поддерживать его точно также они должны поскольку они все это делали они должны создать некий шаблон этих тестов первый какой-то такой шаблон как это делается образец какой-то ну и соответственно могут использовать эту инфраструктуру и для своих собственных целей когда они отлаживают ход они тоже могут это делать соответственно кей автоматизирует с кейс используем этого фреймворка то есть задача к и дальше уже применить именно их знание как правильно говорили разработчик всегда будет сначала тестировать в основном те сценарий которым сам же запрограммировал да ну и опять же зависит конечно навыков конкретного специалиста да но очень часто как только приходит сторонний человек и начинает чуть-чуть другие кейсы совсем другие результаты обнаруживаться но опять же это деление достаточно условно потому что понятно дело что есть автоматизаторы и автоматизаторы которые вполне даже могут сложный код писать и участвовать в том числе вот в более верхних этапах работы да и помогать создание инфраструктуры и писать шаблоны какие-то но вот условно можно так примерно разделить как можно эту работу выстроить для того чтобы у вас появлялись вот эти вот кейсы пришла автоматизация какие у нас от этого выгоды появляются во-первых ну так сам мэри значит мгновенное выполнение тестов непонятное дело что мгновенно это все в кавычках да все равно это занимает там секунду но в общем случае минуты этому занимать на минуту занимаем те тесты которые раньше занимали часы как минимум до автоматизированными вот то есть у вас на порядке изменяется время выполнения тестов здесь обычно нужно какой-то там компромисс да когда вы добились уже вы убрали все технические части там которые вносят задержки вам уже достаточно вот текущий скорострельности да вы можете остановиться и на какое-то время просто писать продолжать писать тесты дальнейшем пойти еще оптимизировать убрать еще больше вот цепях асинхронности задержек ожиданий всего что с этим связано на ты заменить технически от компонента какими-то своими собственными шаблоны этими самыми мог объектами заглушками и всем что с этим связан вы можете запустить практически весь регресс на каждую новую фичу пусть вы разработчик только что закончив работу над кодом может поскольку это все очень быстро происходит не требует никаких усилий прямо тут же на локальной машине вплоть до прямо в д.е. может запустить все эти тесты и подождав там буквально может три минуты ну зависит опять же от размера проекта и конкретной инфраструктуры он получает уже сразу результат такого достаточно серьезного тестирования результатов своей работы ну соответственно разработчики с удовольствием делают новые тесты это было несколько таким неожиданным эффектом оказалось что вот вот эта инфраструктура которая создана для того чтобы помочь тестировщик на привела к тому что разработчики начали использовать даже элементы эти дети то есть при разработке новой функциональности уже начали сразу писать тесты и потом уже писать функционал это сильно помогает из-за того что у нас тесты не модульные да они фактически end to end вот ну как в данном случае мы берем два модуля и один тест у нас проходит через всю инфраструктуру затрагивает база данных интеграции на пути туда и обратно может пройти соответственно степень покрытия такого теста очень высокая вот я здесь приложил скриншот одного проекта это реальный скриншот один тест один тест соответственно дает 12 процентов покрытия один тест эта система ну такая много человека лет там вот вот за счет того что происходит ен-то ен тестирование у вас каждый тест дает очень высокую степень покрытия это не значит что два теста дадут 24 процента к сожалению вот потому что жизнь была бы слишком просто если бы это так было но это существенно упрощает написание теста более того вас тесты становится близки бизнес сценарий на то есть вместо того чтобы писать тест на какие-то отдельные свои собственные контракты а вы пишете тест на по требованию да у вас есть требование реализовать такой-то формат отчета вы внутри теста сразу определяете хочу чтобы на выходе у меня получились там не знаю какие-то строчки в csv файле условно говоря ну я может упрощая немножко но реального так и работает вот и это более наглядно и более self-documenting что называется самодокументирующаяся система получается тестов ну и как мы уже говорили поскольку мы можем запускать тесты постоянно и там чуть ли не пограниченном объеме у нас большинство дефектов внесенных выявляются на ранних стадиях еще до того как разработчик может быть даже закомитил ну или в крайнем случае закомитил и дальше какая-нибудь continuous integration система его подобрала куда-нибудь унесла запустила тест и через 10 минут сообщила всей команде о том что один из вас вот немножко здесь подпортил жизнь да я я видел вот один из процессов который был настроен именно таким образом и отлично работал то есть он не успеет уйти в отпуск он реально да да он не успеет уйти в отпуск не успеть начать свой коктейль как у него уже придет письмо нам что парень давай займемся исправлением ну соответственно продолжая выводы когда вы можете делать очень много тестов вы можете даже особо не думая добавлять тест кейсов в большом количестве и даже если они будут какие-то тест кейс разработчика будут дублировать тесты кейси кей это тоже не страшно на ну прошел там один тот же тест два раза запустится поскольку это практически ничего не стоит дизайн системы улучшается да то есть когда мы делаем ее модульной делаем всякие развязочки у нас бизнес логика отделяется от ну там условно говоря мвп если берем шаблон да то есть если у вас нет его да если у вас все в одном модуле и и модели view контроллер то соответственно вас будут проблемы с реализацией системы если вы все-таки сделали хороший дизайн а тогда у вас гораздо меньше проблем но при этом вы можете начать старт у вас может быть когда у вас не идеальный дизайн но поскольку у вас вот вы двигаетесь к этой системе вы будете его улучшать да соответственно модульность как-то по-русски слабая связанность на single responsibility принципу ну фактически основные элементы хорошего дизайна вы встретите ну естественно поскольку это не серебряное поле как говорил да есть не ограничения то есть это как я уже упоминал это изначально инвестиции чтобы начать что-то делать если у вас проект уже продакшене если он уже зрелый и вы в свое время не позаботились на таком подходе то изначально инвестиции могут весьма значим вам нужно планировать и реализовать вот это можно делать по частям на то есть я бы рекомендовал начинать с in-memory база данных потому что она сразу дает существенное изменение но можно из каких-то других частей это зависит опять же от значимости отдельных модулей вашей системы и ваших приоритетов от сложности но от очень многих факторов какая-то функциональность все-таки не тестируется да то есть если у вас даже тонкий айда но например на джаваскрипте бэкэн там надо найти ли на джаве то в общем написать тесты можно конечно который и javascript захватят и и там вот бэкэн да но это будет несколько сложнее потому что технологии несколько разнородных вот поэтому проще наверно на фронт-энд отдельные тесты делать вот если у вас тонкий фронт-энд это не такая большая проблема на вероятность ошибки там все-таки меньше умею и реже меняете именно вот часть которая критично с одной стороны но и собственно критичность таких ошибок до которые воздействует не на бизнес логику а только на там представление данных чаще всего меньше хотя опять же это зависит от конкретной сферы а что же с остальными тестами на логичный вопрос как же на физической инфраструктуре ну естественно от них не избавиться потому что вы не можете полагаться только на те тесты которые вы сделали вот таких инкубаторских условиях до в тепличных и вам все равно нужно тестировать на физической инфраструктуре но меняется совершенно подход во первых тестов нужно гораздо меньше которые именно физически структуре потому что опять же как мы в начале говорили все равно большая часть тестов вас ориентирована на разные бизнес кейс то есть вам нужно при таких условиях протестирует при таких бизнес-слови вот такие требуемые вот такие да то есть по-разному При этом, ну, от этого, например, ваша сериализация данных между фронтендом и бэкендом, от этого лучше не тестироваться, от того, что вы прогнали на тысячи разных наборов данных. То есть, либо сериализация работает, либо не работает. Поэтому тесты можно делать в меньшем объеме, именно нацеленные на тестирование в конкретной физической инфраструктуре, и тесты уже могут быть сфокусированы уже на конкретных технических аспектах. Вы можете, вам вместо того, чтобы там тестировать, ну, условно говоря, как там логин работает, да, с разным бизнес-сценарием, вы можете тестировать, что он сработает правильно, если вы создадите слишком длинные какие-нибудь строки, если вы создадите какие-нибудь непечатные символы. То есть, тестовые сценарии, они немножко другие, они уже тестируют именно какие-то технические аспекты, чтобы система справлялась с какими-то вот специфическими кейсами, да. Собственно, все.